Согласно проведенному НПП анализу, в разных отраслях определено сотни товарных позиций, которые можно заменить местными аналогами. Но магазинами и торговыми домами было закуплено товаров из-за рубежа, представьте себе, на 8 миллиардов долларов. Так мы помогаем другим странам, отмечают эксперты НПП. В этом отношении мы считаем, что перспективы большие. То, что сегодня на слайдах мы показывали, с 2009 по 2018 год 8 миллиардов долларов вымыты из страны. Я думаю, что с этим доходы населения, если мы хотим повысить, с этой политикой надо будет прощаться. Заменить чужое на свое – основная философия программы импортозамещения в стране. Безусловно, власти республики знают об этой ахиллесовой пите местной экономики, разрабатываются и принимаются соответствующие программы. Однако страна декларирует курс на импортозамещение, но не следует ему. Мы ничего у себя не производим, никаких отделочных материалов. В 60% закупается за рубежом. Это все с Российской Федерации приходит. Мебель оттуда приходит. Если посмотреть на глубину локализации даже автопрома, она у них практически стопроцентная. В отличие от Казахстана, где мы просто собираем машинокомплекты. Финансовый эксперт Расул Расмамбетов отмечал, что из-за импорта казахстанцы работают за еду. Если цены на продукты будут расти, то условно человек будет носить вещи до дыр, а рацион человека постепенно будет упрощаться, считает эксперт. Получается, мы все больше тратим, чтобы выживать. Причина в том, что в магазинах 30% продуктов казахстанский и 70% импортный. И эти продукты Казахстан закупает в долларах либо в рублях. А депутат Перуашев напомнил, что сегодня местные надкомпании, госорганы, недропользователи на закуп зарубежных товаров тратят сотни миллиардов тенге. И многие иностранные компании сполна заработали на наших природных богатствах. Возможно, пора ставить вопрос о более адекватном участии иностранных, не только нацкомпаний, но иностранных сериевых гигантов в развитии и модернизации экономики Казахстана. Если не принять меры, мы таки будем закупать болты и гайки у местных компаний, а серьезное оборудование у иностранных производителей, говорят эксперты. Перуашев напомнил, как у нас с помпой открывались предприятия, но затем не работали. Наиболее яркий пример импортозамещения по-казахстански – Ахтауский завод по выпуску планшетов. Он занимался тем, что ставил свой логотип на устройство, завезенное от Китая. Кстати, сейчас этот завод производит простые пакеты для мусора. Боуржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42.